Добрый день еще раз, дорогие коллеги! Очень рада, что вы нашли возможность в середине дня, в понедельник, освободить полтора часа для прямого общения. Весь вебинар будет доступен также в формате записи. И все, кто зарегистрировался по тем линкам, которые были в рассылке, которые стояли на Фейсбуке, все, кто зарегистрировался на этот вебинар, они получат от обруча не только линк на запись вебинара, а также получат от обруча презентацию сегодняшнего вебинара в формате PDF. Это все бесплатно. Если вдруг, особенно россиянам, я знаю, что зарубежным участникам это не актуально, но если россиянам, которые среди нас есть, понадобится сертификат участника вебинара, то вот это единственная платная услуга, и ее предоставляет международная школа и журнал обруч. Тогда тоже вы при регистрации указывали, нужно ли это, и вы это все получите. Но это единственная платная услуга, это сертификат участника вебинара. Это как бы не ко мне, это к журналу обруч. Наш вебинар сегодня проходит в рамках проекта инициативы «Русский мир масс-медиа», проекта, который в этом году отмечает уже свое трехлетие, проекта, поддерживаемого Домом Москвы в Вильнюсе. И поэтому начать сегодняшний вебинар мне хотелось бы немного с печального сообщения организатор проекта, идеолог проекта, режиссер, лауреат многих премий Игорь Романовский ушел от нас в конце сентября. И этот вебинар сегодня мы посвящаем его памяти. Проект мы постараемся, так как он завещал, продолжить, но уже, к сожалению, без него и без его замечательных идей, без его позитива. Так что светлая память Игорю Романовскому, без которого наш сегодняшний вебинар был бы, скорее всего, не реализован. Итак, начинаем вебинар. Вебинар посвящен проектной деятельности, как ее реализовывать, почему родилась такая тема, потому что вроде бы мы говорили все время о том, как работать с билингвами, какие методики, какие технологии, какие инструменты. Но при этом постоянно у нас удела такая мысль, что ведь работают с билингвами, особенно и за рубежом, в русскоязычном зарубежье, но уже сегодня и в России с детьми мигрантов. По-настоящему серьезно, глубоко работают, как правило, к сожалению, не государственные школы, за исключением таких стран, естественно, как Финляндия, как Швеция, как Швейцария, некоторые регионы Германии, как Райн-Ландфальц, например, земля Райн-Ландфальц. Там государственные школы тоже активно работают с билингвами, достаточно профессионально. Во большинстве стран и регионов и Российской Федерации и зарубежья с детьми двумногоязычными, и, как правило, это дети, имеющие миграцию в истории семьи, работают общественные организации. А для того, чтобы работать общественным организациям, необходимо финансирование. А финансирование – это всегда огромная проблема, огромный вопрос, и это всегда недостаток ресурса. В лишний раз я убедилась в этом, когда получила информацию о проходившем в России проекте молодых учителей, учителей, которые на год, на два максимум оказывались в нетипичных для них условиях, условиях малых населенных каких-то пунктов, и преподавали в малых школах, в городах нетипичных для своего проживания, и работали очень часто с мигрантами. Вот такие учителя молодые, еще горящие, еще полные и любознательности, и попытки самореализации, они начали проект в Российской Федерации одинаково разные. Это проект, который на общественных началах вели педагоги, педагоги-инноваторы, молодые педагоги, но у них заканчивался период пребывания в тех малых школах или в тех регионах, где были мигранты. Они возвращались в свои обычные школы, и проект уже грозил умереть, потому что финансирования у него не было. И как много таких проектов, которые находятся на грани выживания, и которые жизненно необходимы для дальнейшего успешного развития наших с вами учеников. И поэтому сегодня мы поговорим именно о проектировании для общественных организаций, о том, как выживать не только на деньги родителей, а мы многие с вами понимаем, что мы живем, пока есть дети, которых приводят, из-за которых хоть 3 евро в час, но платят родители. И поэтому первая подтема наша сегодняшняя, это о том, какой первый шаг необходимо сделать для того, чтобы начать успешно получать грантовое софинансирование. Сразу хочу такие вешки расставить. И первая вешка, грантовое софинансирование, и вообще софинансирование дается преимущественно, за редким исключением, с большими оговорками и большими же проблемами, дается преимущественно общественным организациям. Это значит, что для того, чтобы получать и работать по проектным грантам, должна быть зарегистрирована общественная организация, юридическое лицо. И поэтому сегодня мы в первую очередь поговорим о том, что же такое юридическое лицо и как, такие общие рамки, как его зарегистрировать, на что обратить внимание. Вторая вешка на пути, что гранты начинают давать не сразу, а когда общественная организация, юридическое лицо докажет свою способность на самостоятельное существование. То есть подача на гранты происходит, начиная с третьего года существования юридического лица общественной организации, финансово подтвержденного. И поэтому второе, о чем мы сегодня поговорим, это что такое портфолио общественной организации. Третья вешка очень важная. Гранты и вообще софинансирование не бывает 100%. То есть никто вам нужно, ну я сейчас грубо говорю, вам нужно 10 тысяч евро на что-то, никто вам не даст 10 тысяч евро, что вам дадут в лучшем случае 9 тысяч, тысячу вы должны внести сами. Тоже есть условия софинансирования, есть рамки софинансирования. Кто-то дает 90%, кто-то 70%, кто-то 50% какие-то организации софинансирующие, но это всегда софинансирование. Четвертая вешка тоже очень важная, и пожалуйста, услышьте меня сейчас. Софинансирование выделяется юридическим лицам, то есть каким-то зарегистрированным общественным организациям, по деятельности, которая не является постоянной регулярной деятельностью данной организации. Вот тут, как правило, когда идет подача заявок на гранты, происходит большее количество ошибок. Люди хотят получить деньги на помещение, в котором постоянно будут проходить занятия. Не один год, не один месяц, то есть какой-то срок ограниченный, срок у проекта обязательно должен быть ограниченные временные рамки. А занятия уже проходили до этого в этом помещении и будут проходить после этого в этом помещении. Люди хотят получать деньги на зарплаты людей, которые так и так уже работают педагогами в данном направлении. То есть это не их какая-то специфическая деятельность по проекту, а это их регулярная деятельность в данной организации. Люди хотят получать деньги только на издание или на покупку каких-то материалов, книг и так далее. Вот это все не поддерживается, как правило, грантодающими организациями, потому что это относится к такому понятию, как регулярная деятельность вашей организации. Регулярная деятельность не является предметом софинансирования. У конкретного проекта, который софинансируется, должны быть конкретные временные рамки. Здесь тоже есть определенные хитрости, именно можно пользоваться, об этом мы тоже поговорим. Как ограничить временные рамки проекта и разбить вашу регулярную деятельность на подпроекты. Вот это пять вешек, которых мы коснемся сегодня более подробно. Для того, чтобы комплексно представить себе, о чем же мы говорим, когда мы говорим о проекте, вот здесь я предлагаю разработанный нами, с моими учащимися, а потом очень красиво проиллюстрированный Альфиой Мамбетовой, это наша художница, которая нас в проектах во всех поддерживает. Это инфокарта, инфографика проекта. Что такое проект? И здесь вы видите, что все начинается с поступающего извне и услышанного вами вызова, принятого вами вызова. И сама ваша общественная организация, как правило, начинается как незарегистрированная инициатива, потому что вас что-то не устраивает. Вас не устраивает что-то в окружающей вас действительности. Вы хотите что-то поменять, вы хотите что-то улучшить. И вот так рождается идея общественной инициативы, под которую вы приглашаете к себе людей, под которую потом будет зарегистрирована ваша общественная организация. И фактически общественная организация – это в каком-то виде синоним проектной деятельности. Это тоже проект, но только проект в идеальном случае не ограниченный какими-то временными рамками. И у такого проекта, как общественная организация, должен быть определенный фундамент. Если смотреть вот эту вот инфографику проекта, то у общественной организации должна быть идея, должно быть конкретное целеполагание с конкретной целевой группой. И это все где фиксируется? Это фиксируется в уставе общественной организации. Идея общественной организации, целеполагание, целевая группа, целевая аудитория общественной организации, задачи, решаемые общественной организацией, команда общественной организации, то есть в правлении, сколько членов, какое распределение ролей. Но не кто именно пофамильно входит в правление, а какие роли, потому что правление может быть переизбрано, а роли сохраняются. Сколько человек в правлении, нечетное количество, 3-5, для того, чтобы результаты голосования были актуальны. Что такое общее собрание членов правления и так далее, или общее собрание членов организации. Какое членство вашей организации возможно? Регулярное членство почетное, членство донаторства. То есть вот это все, то, что сейчас написано как вызов, идея, целевая группа, команда, проекта, это тоже все относится изначально к открываемой вами общественной организации. К ней же относится, что такое заявка. Заявка это готовый устав, который вы подаете на регистрацию в государственные органы той страны, в которой ваша общественная организация будет зарегистрирована. Структура в уставе и на сайте вашей общественной организации прописана структура, как работает ваша общественная организация, какие в ней есть органы, куда обращаться, если что. Например, куда обращаться, если люди хотят получать рассылку вашей общественной организации, или если люди хотят участвовать в ваших проектах. И вот это должно быть все четко зафиксировано, особенно учитывая, что 25 мая этого 2018 года в Европейском Союзе был принят закон, точнее был усилен, был детализирован закон о работе с данными частных лиц. Это не касается данных юридических лиц, то есть общественных организаций и вообще других организаций. А вот, например, если у вас есть ученики, чьи данные вы сохраняете, если у вас есть учителя, список которых у вас где-то на компьютере хранится, если у вас есть список членов вашей организации, если у вас есть рассылка вашей организации, то вот этот закон от 25 мая 2018 года, он касается на самом деле не только тех общественных организаций, которые находятся в Евросоюзе. Он касается вообще всех организаций, работающих с данными лиц из Европейского Союза. То есть, если у вас есть один член вашей организации, являющийся гражданином Европейского Союза или находящийся на ПМЖ в Евросоюзе, то закон о работе с данными частных лиц также распространяется и на вашу организацию. Очень интересно, что в Российской Федерации в июне был принят примерно такой же закон, но пока, видимо, не до всех в России это дошло, потому что, например, фонды, реализующие президентские гранты, грант фонда «Русский мир» и так далее, и так далее, они пытаются еще спрашивать у нас, прислать список участников проекта с их мейлами, прислать список участников семинара «Фамилия, имя, отчество, мейл, место работы». Так вот, такие списки предоставлять без согласия каждого отдельно взятого участника мы не имеем права. И любая организация, требующая такие списки, она или не знает о том, что было принято законодательство новое или новый формат, или игнорирует, пытается его игнорировать в своих целях, на что она не имеет права. Это такое короткое замечание, связанное со структурой. То есть у вас должен быть в вашей структуре человек, отвечающий за сохранность и за работу с данными частных лиц, входящих в вашу структуру. Это должен быть отдельный человек, это может быть член правления, это может быть какое-то ответственное лицо, но это должно быть, особенно если вы находитесь на территории Евросоюза, чтобы к вам не пришли бумажки с огромными штрафами. Следующее, это вопрос финансов. И вот тут, уже создавая общественную организацию, вы продумываете, а откуда, особенно первые годы, вы хотите получать финансирование. И опять-таки, сразу сейчас на ходу буду развеивать по ветру такие мифы. Первый миф, что правление может за свою работу получать деньги. То есть люди, которые создают общественную организацию, создают ее для того, чтобы зарабатывать и класть деньги себе в карман. Если это порядочные люди, и если это работающие по нормам законодательства общественные организации, без всяких там черных, серых и так далее, зон финансирования, то правление, член правления не имеет права за свою деятельность, как члена правления, получать какую-либо зарплату, какой-либо гонорар, и даже возврат ему средств не более, например, по Германии, это не более 500 евро в год. Это для члена правления. Но член правления одновременно может являться педагогом в своей организации. И тогда речь идет не об оплате его как члена правления, а об оплате его как педагога на основе договора с ним, как с педагогом данной общественной организации. Такой договор подписывает, безусловно, не этот член правления, а другие члены правления с ним, как с педагогом. То есть всегда нужно четко смотреть, кого за что вы гонорируете. Почему я говорю о гонорарах? Опять-таки это ловушка. Одна из ловушек, в которую попадаются очень многие общественные организации. Я знаю как минимум уже десяток из разных стран, не только Европы, но и, например, других стран мира, где общественная организация должна была оплатить большой штраф. За что? Во-первых, за то, что с каждым педагогом не был заключен договор. Если общественная организация реализует какие-то виды деятельности, даже если кто-то работает бесплатно на общественных началах за минимальную оплату и так далее, и так далее, и так далее, все равно на каждого человека, работающего в общественной организации, между правлением или управляющим общественной организацией и данным человеком должен быть заключен договор с четким перечнем обязанностей, прав оплаты, если она есть, или отсутствия оплаты и так далее, на четкий срок, там на год, на два, на три, на пять. Договор может быть расторгнут по согласию сторон или безонного согласия, по увольнению и тому подобное, но договор должен быть. Если у вас, например, с детьми в вашей общественной организации работает кто-то, на кого нет договора, то, с одной стороны, этот кто-то рискует, что если с ребенком что-то случится, он сам из своих страховок, из своих средств должен будет оплачивать все расходы на лечение ребенка и тому подобное, а с другой стороны, общественная организация рискует штрафом, потому что допустила к работе с детьми неквалифицированного, не находящегося с ней на договоре человека. Таким образом, вообще договор между общественной организацией и ее каждым сотрудником, даже если сотрудник пришел на месяц на практику и так далее, это обязательные условия. Второе обязательное условие, это договор, если вы общественная организация, предоставляющая образовательные какие-то услуги и так далее, это договор с родителями ваших воспитанников. Но это не членство, вот сейчас услышите меня очень внимательно, это не членство родителей ваших воспитанников в вашей общественной организации. Если членство, то только членство как донаторов, то есть платящих, поддерживающих работу общественной организации. Чем вы рискуете, если вы каждого ребенка, каждую бабушку, каждого дедушку, папу и маму, ваших детей делаете количество ради, членами вашей общественной организации, регулярными членами. Регулярные члены, даже если в уставе об этом ничего не написано, по умолчанию, регулярные члены общественной организации все обладают правом голоса. С регулярными членами раз в год вы должны проводить онлайн, оффлайн, как угодно, общее собрание вашей общественной организации. На этом собрании они все голосуют за принятие решений. И если они проголосовали против, то такое общее собрание может отменить все, что предложило правление. То есть понимаете, какое оружие вы даете в руки своим родителям, которые, может, два месяца к вам ходят и вводят ребенка, или год, или 10 лет, но какое оружие вы даете им в руки, они могут переизбрать правление, они могут изменить состав содержания устава, они могут все, что угодно. Поэтому если у вас образовательные услуги в вашей общественной организации, не нужно регулярные члены общественной организации включать родителей, детей и тому подобное. Вы можете их включить как членов донаторов и при этом прописать, что такое член-донатор. То есть это человек, который вносит какие-то деньги на функционирование общественной организации. И вот такой вариант членства, он вполне приемлем, при этом вы прописываете в уставе, что члены-донаторы не обладают правом голоса на общих собраниях членов общественной организации. Это вот такое примечание по членству, потому что очень многие организации считают, чем больше членов, тем лучше. На самом деле работать можно, осуществлять огромные проекты, если у вас, не знаю, 20, 30, 10 членов постоянных, регулярных, и вы более мобильны будете, чем если у вас 200-300, и при этом они не знают, что вы делаете на самом деле, отчетности не ведется. Это все очень опасно и может закончиться закрытием организации, штрафами и тому подобное. Все остальное тоже связано с общественной организацией как проектом. У нее должен быть пиар, обязательно сайт общественной организации или хотя бы страничка, если организация молодая, маленькая, страничка в Фейсбуке, страничка, чтобы ваша общественная организация находима. Есть такая шутка, что если вы не находимы в интернете, то вас нет и не было никогда. И, соответственно, если общественная организация как бы кричит, что вот где-то мы есть, но у нее нет ни сайта, ни странички, или сайт страничка не работает, они такие мертвые, да, то это мертворожденная общественная организация, и к ней серьезно никто относиться не будет. В лучшем случае будут думать, что через нее отмываются какие-то деньги. Тоже не лучший вариант. Следующее это мониторинг. Это постоянный самомониторинг, как мы работаем с партнерами, как мы работаем внутри своей общественной организации, как отрабатываются наши проекты, идет ли нам софинансирование, откуда и так далее. Это тоже тема для общественной организации. И не последнее, но вот здесь в этой системе последнее, это продукт-результат. Когда общественная организация просто ведет, например, занятия, кружки, получает деньги с родителей, оплачивает своих учителей, замечательно. Но это результат ее деятельности. Желательно, чтобы она также работала и на продукт, то есть на то, что можно потрогать, показать, реализовать, поделиться. И вот об этом мы тоже сегодня кратко с вами поговорим. Итак, эта система, эта система не только проекта вообще любого, имеющего начало и конец, да, проекта на неделю, на месяц, на год, на три года, но это и схема работы общественной организации. С чего начать и к чему вести. Если у вас возникают какие-то вопросы, чтобы вы не были такими молчаливыми свидетелями, то большая просьба сразу писать их в чат. И я по мере рассказа о том, что и как, буду пытаться на ваши вопросы отвечать. Значит, Елена написала, что по итальянскому законодательству членов-донаторов быть не может. Или член, или нет. Если дети не являются членами ассоциаций, становятся коммерческой деятельностью с вытекающими отсюда последствиями. Спасибо за комментарий. Все, что сегодня я говорю, это такие общие рамочные условия, а по конкретным страновым реализациям этих рамочных условий мы договорились с коллегами, в том числе и из Италии, с нашими партнерами многолетними, провести круглый стол для того, чтобы каждая страна по каждому из названных мной пунктов потом прокомментировала, как это у них. Потому что, например, для Германии я могу сказать несколько таких, я уже сказала, что один миф, что члены правления получают большие зарплаты или члены правления вообще ничего не получают. Это и то, и другое неправильно. Для Германии тоже есть ряд мифов, которые ходят в соотечественной среде. И в свое время, когда я начинала 10 лет назад работать вот на этом соотечественном поле, я первым делом пошла как менеджер по образованию по второму высшему, я пошла к юристу, работающему именно с общественными организациями, записав все вопросы, которые у меня существуют. И мы с этим юристом просидели практически сутки, ища в законодательстве конкретные ответы на эти вопросы, на вытекающие из них. И выяснилось не только то, что члены правления могут получать не более 500 евро, но и то, что члены правления могут работать в своей организации, получать гонорары или даже зарплаты, но не за работу членами правления, а за работу педагогами, исследователями, проектировщиками и тому подобное, руководителями проектов. Второй миф был, что общественная организация не может получать в год более 17 тысяч евро. Это абсолютный бред, об этом мы тоже поговорим. И эта сумма не с потолка взята, но просто это неправильно прочитанное, опять-таки, германское законодательство. И вот таких вот мифов в Германии существует по общественным организациям огромное количество. И поэтому всегда, когда ко мне обращаются коллеги из Германии, я просто говорю миф такой, миф такой, миф такой, вот там смотрите, как правильно. А когда обращаются коллеги из других стран, я всегда рекомендую обратиться к давно работающим организациям, успешно работающим организациям в этих странах, Или к юристу, потому что не всегда успешно работающие организации готовы делиться своим ноу-хау, они боятся конкуренции. Это, к сожалению, тоже тема для сообщества русскоязычного в мире. Но юрист, работающий именно по теме общественных организаций в вашей стране, он наверняка четко может прокомментировать каждый вопрос. И еще одно примечание, спасибо Елене за ее комментарий, еще одно примечание, что, опять же, есть такая шутка у юристов уже, если прочитать устав организации, не только общественной, любой организации, то эту организацию можно закрыть. Действительно, очень часто бывают не очень грамотно написанные уставы. В Германии устав вычитывается, прочитывается при регистрации тем ведомством государственным, которое регистрирует общественную организацию. Поэтому больших юридических ошибок там может не быть. А вот ошибки минимальные, фактические, там туда могут закраситься, и на основании этих ошибок можно потом, перепроверив введение бухгалтерии и так далее, закрыть действительно организацию. Такие варианты тоже случались. Поэтому рекомендации ваш устав нигде официально не показывать. То есть, если, например, ваш устав, полный устав, да, висит на сайте вашей организации, уберите его оттуда, оставьте там цели, задачи и вашу целевую аудиторию. И ответственных за. Да, все, ничего, то есть у вас должно быть на сайте члены правления, ответственные за что-то, там учителя и так далее, да, должно быть цели, задачи вашей организации, там дата открытия, регистрационный номер. Более ничего быть не должно. Кому интересно, они напишут в торик ведомства, где вы зарегистрированы, и могут запросить, ведомство попросит, как бы запросит в ответ, зачем вам ваш устав, ну и там завяжется переписка, они получат, не получат ваш устав. Если вы подаете на грант, то вы посылаете свой устав с его переводом, заверенным нотариально, или незаверенным в зависимости от требований грантодателя. Вы посылаете грантодателю, то есть кому надо, они устав получат, а каждому первому встречному поперечному устав ваш видеть не надо, потому что это внутренний документ вашей организации, и если он недостаточно грамотно составлен, то это может быть чревато для вашей организации штрафами и закрытием. Тут было написано то, что проект и вообще ваша организация, как я уже говорила, начинается с того, что вам чего-то не нравится, собираются люди, которые являются единомышленниками, они решают, что нужно открыть общественную организацию для того, чтобы. И вот здесь я всегда рекомендую, когда мы проводим тренинги для руководителей, для членов общественных организаций, а мы такие тренинги реализуем достаточно регулярно, Частью этих тренингов является, например, такой тренинг «задать вопрос», правильно сформулировать вопрос, сформулировать его не как проблему, а именно как вопрос, который требует не однозначного ответа «да-нет», а ответа «да-потому что», «нет-потому что». И вот такой тренинг вопросов и ответов мы проводим с людьми, в том числе, которые собираются открывать общественные организации. Например, обращается коллега, говорит, что у них в регионе нет русской школы, и для того, чтобы открыть русскую школу, им нужно открыть общественную организацию. Вроде бы все правильно, в регионе школы действительно нет, то есть это изначально не бодание за учеников, это действительно необходимость, но нужно ли открывать общественную организацию? Мы смотрим, что оказывается, у них в регионе прекрасно развита есть так называемая сетевая инициатива, то есть уже зарегистрированная некая большая организация, которая готова предоставлять как бы все свои возможности, в том числе территориальные, для тех, кто входит под ее крышу. Такие организации в Германии и в Европе это Красный Крест, это Паритетиши, это Каритас, это АВО, то есть вот то, что сейчас говорят, это ДЁТО, это ВИА, то есть вот перечень таких организаций по Германии и по Европе достаточно широк. То есть не нужно открывать свою общественную организацию, вы можете хотя бы на первых порах стать ячейкой данной уже существующей юридического лица общественной организации, при этом вы уходите от необходимости делать серьезные налоговые, вести серьезную налоговую документацию и во-вторых это возможность использовать ресурсы данной уже существующей достаточно давно организации. То есть всегда задавать вопрос, мы создаем общественную организацию или мы остаемся общественной инициативой без регистрации юрлица, какие плюсы, какие минусы. Для этого, благодарю Елену Хвалова из Марокко, для этого необходимо обязательно обратиться к юристу, который вам поможет, а это очень дешевая, как правило, консультация, то есть это не стоит огромных денег, поможет решить вот эту дилемму, регистрировать юрлицо, не регистрировать юрлицо. Если регистрировать, то с каким уставом, и правильно написала Елена, устав должен быть максимально рамочным. Что значит максимально рамочным, если вы решили регистрировать юрлицо и вот ответили на эти все вопросы для себя? Да, это где-то в районе 300 евро, включая уже формирование устава, если просто консультация, у нас где-то в районе 50 евро в Германии это стоит. Значит, что значит рамочный устав? Это значит, что максимум целей, максимум целевых аудиторий и задач, но они должны быть все связаны и прозрачно связаны друг с другом, и минимум детализации, то есть того, за что вас, грубо говоря, могут схватить, чтобы вытрясти из вас душу. Когда вы приняли решение, что вы хотите регистрировать общественную организацию, тоже кусочек из нашего тренинга, то опять-таки вот такой прием называется он весы. Когда вы все, кто решил эту организацию общественную открыть, зарегистрировать, собираются вместе и взвешивают, если останутся инициативой, что будет, если откроют общественную организацию, что может быть в худшем случае, что может быть в лучшем случае. Вот здесь очень интересный вариант реализации вот этого приема весы для оценки собственного потенциала как общественной организации. Когда вы видите, что может быть в худшем случае, например, вас снова закроют, на вас наложат штраф, то вы начинаете думать, а когда вас закроют, если вы что сделаете, если вы что не учтете в уставе, на вас наложат штраф, если что произойдет. И, во-первых, вы начинаете копаться в документах, а во-вторых, вы начинаете на основе вот этого копания в документах задавать вопросы юристу, который вас сопровождает при регистрации общественной организации, задавать вопросы тем коллегам, которые готовы открыто делиться опытом и тем самым предупреждаете этот худший исход, то есть идете в позитивную сторону. Что дает возможность общественной организации быть успешной? Давайте посмотрим. Вот вы, например, для Германии собралось 7 человек. Эти 7 человек подписались под, как бы разработали устав, ну, как правило, разрабатывает 1-2 человека, остальные вносят какие-то свои идеи, вот реализуя, например, такой прием, как весы или другой прием, колесо фортуны. Это вот такие все приемы для того, чтобы договориться друг с другом большому количеству или относительно большому количеству людей, услышать друг друга, понять и принять или не принять, обсудить мнение друг друга. Значит, 7 человек собрались, устав составили, с этим уставом сходили в то ведомство, в котором происходит регистрация общественной организации, потом сходили с принятым уставом и номером финансовое ведомство, тоже зарегистрировались, открыли счет, то есть все эти шаги выполнили, и у вас появилась общественная организация. И первый вопрос, да, у вас есть устав, вы начали разрабатывать сайт или страничку в Фейсбуке, то есть вы находимы в интернете, вы юридическое лицо, и в конце первого года вашей деятельности, по крайней мере в Германии, в конце первого года, а потом каждые 3 года, вам необходимо предоставлять финансовую отчетность. У вас есть счет организации, откуда на этот счет в первое время, потому что вы только открылись, вам никто денег не даст сразу вот так, откуда на этот счет пойдут деньги? То есть если вы проработали до открытия юридического лица, до регистрации общественной организации, если вы проработали как общественная инициатива, у вас появились контакты, у вас появились партнеры, у вас появился опыт, и на этом базируясь, у вас уже есть какое-то стартовое финансирование, у вас уже есть какие-то финансовые притоки в вашу организацию. Если вы открылись просто потому, что вам захотелось открыться, отделиться от другой школы, от другой общественной организации, стать самостоятельными и так далее, то первое время вам придется вкладываться самим, финансируя свою деятельность, потому что у вас нету пока своих клиентов, и их недостаточно для того, чтобы все финансировать. И вот тут встает адрес юридического лица организации. У меня предложение к вам. Напишите в чате быстро, кто хочет, это не обязательно. Юридическое лицо вашей организации на какой адрес, или я уточню, на чей адрес зарегистрировано? Юрлицо вашей организации зарегистрировано на чей адрес? На какой адрес? То, что в реестре общественных организаций, в реестре юрлиц стоит юрлицо, адрес юрлица, а юридический адрес, он на чей адрес зарегистрирован? Дом ассоциаций, то есть вот как бы города Марракеша, замечательно. Один вариант, действительно, юрлицо и в Германии тоже регистрируется вот на такую крышевую организацию, которая объединяет много организаций и предоставляет им помещение. То, о чем я уже говорила, это всякие Аводы, ЮТО, ВИА, Карита, Спаритетиша, то есть вот на их юридический адрес в вашем городе тогда, поскольку вы агировали какое-то время как их часть и уже зарегистрировавшись как общественная организация, вошли к ним как полноценная общественная организация, вы тогда на их адрес можете регистрировать свое юрлицо. Но большинство, абсолютно правильно, большинство регистрирует юрлицо на домашний адрес президента. Вот когда я готовилась к этому вебинару, я в группе Фейсбука «России соотечественники», проекты и гранты, там еще несколько групп Фейсбука, я смотрела основные вопросы. И часто был вопрос, у нас нет помещения, мы как бы хотим зарегистрировать общественную организацию, но у нас нет помещения. Если у вас нет своего купленного постоянного помещения, то регистрация юридического лица происходит на адрес президента или одного из членов ассоциации. Если президент или член ассоциации выходит, уезжает, переезжает, то происходит смена адреса. Это не смертельно, просто не нужно этим слишком широко пользоваться, слишком часто этот адрес менять. То есть член управления организации или президента организации, или та большая крупная крышевая организация, куда вы входите, на их адрес физический вы регистрируете свое юрлицо. При этом еще одна специфика. Юридический адрес может отличаться от почтового фактического адреса организации. То есть юрадрес 1, туда будут писать все официальные лица, отправлять туда документы и так далее. А фактический адрес может быть другой, это адрес вашей школы и так далее. То есть вам не нужно иметь сразу помещение, но помещение желательно, потому что если вы проводите какой-то проект, то среди требований, когда вы пишете заявку на проект, это в каком помещении очень часто будет проводиться ваш проект. Когда вы зарегистрировали юридическое лицо, вы проводите свою регулярную деятельность, то есть то, на что вам денег не дадут. Еще раз напоминаю, на помещение, где вы будете постоянно находиться, на его ремонт, на зарплату педагогов и так далее, вам денег не дадут. Деньги дают на проекты, то есть то, что начнется когда-то и закончится. В разных грантовых фондах разный максимальный срок и минимальный срок длительности проекта. Самый короткий срок длительности проекта, который я встречала, это был один месяц от начала до конца, самый длинный срок длительности проекта, который я встречала, это было три года. Например, европейские гранты даются на три года. То есть это конкретный календарный план обязательно, по которому вы будете развивать свой проект. Еще раз говорю, на найм помещения на постоянную вашу деятельность, на зарплаты педагогов на постоянную вашу деятельность никто вам денег не даст. Совершенно правильно, иметь независимый адрес выгоднее. Следующий шаг, то есть вот вы решили написать заявку, вы просуществовали на свои деньги год, вы подали финансовый отчет за год, отчитались хорошо, вам подтвердили вашу общественную полезность юрлица и так далее, и так далее. А дальше вы начинаете искать, куда бы подать заявки на софинансирование. Все русские во всем мире, как правило, знают фонд «Русский мир», и туда пишут, 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 а у этого фонда, ну понятно, что не безграничное количество денег. Я не буду комментировать как, что, где и почему, просто проговариваю, что не безграничное, как и у любого фонда. И какие-то свои целеполагания, как и у любого фонда. Поэтому, если вы решили работать на софинансировании, то есть вы решили не только вести регулярную постоянную деятельность, а к этой постоянной деятельности добавлять проекты или вашу постоянную деятельность складывать из проектов. Вот так, например, существует лагерь «Артек» в России. Там есть постоянная деятельность, которая проводится с «Артеком», и они получают из разных источников софинансирование на различные проектные деятельности. Это оптимальный вариант, такой конгломерат, когда платят родители, то есть пользователи услуг, когда доплачивает чего-то государство, когда от чего-то подбрасывают партнеры. То есть это более-менее такое стабильное условие существования общественной организации. Так вот, когда вы решили работать по проектам, в первую очередь, что нужно сделать? Как вы думаете? У вас есть юрлицо, у вас прекрасный устав, вы изучили законы, вы понимаете, почему и как. Вы со всеми заключили договор, то есть у вас все кажется в шоколаде, и вот вы решили воспользоваться опцией проекта. Написать проект в предположении. Еще предположение. Вот вы решили работать по проектам. Приняли такое решение в заседании правления. Это было утверждено общим заседанием членов или не утверждено. Но в общем заседание правления решило, что будете работать по проектам. Идея написания проекта. Еще. Мы сейчас работаем в режиме интенсивного тренинга, поэтому быстро-быстро-быстро пишите, что первое приходит в голову. Потому что мне важно понять, о чем вы думаете. Написать концепт, составить бизнес-план. Замечательно, что вообще эти слова прозвучали. Концепт, бизнес-план. Спасибо. Дальше. Еще идеи. Вы решили работать по проектам. То есть вы приняли пока решение работать по проектам. Не буду тянуть время. Я брошу как бы такую идею, что если вы решили работать по проектам, нужно понять, кто эти проекты будет финансировать. Потому что как бы сами себя, особенно первые проекты, финансировать точно не будут. Значит, нужно набрать, правильно, Елена молодец, нужно найти и составить список организаций, которые финансируют проекты в направлении вашей работы. Поскольку у вас уже есть устав, у вас есть цели и задачи, у вас есть целевая аудитория и у вас есть минимальный опыт работы с данной целевой аудиторией, то вам необходимо найти фонды и составить список фондов, работающих с данной, с вашей целевой аудиторией в вашем направлении. То есть вам нужно, ну, как говорят мои студенты, тупо, не очень тупо, конечно, вдумчиво, сесть в интернете и посмотреть. А вот где мы смотрим, чтобы составить банк данных тех организаций, тех фондов, которые финансируют проекты? Где и как мы можем смотреть? Во-первых, существуют определенные базы данных. Существуют определенные базы данных внутри стран. То есть, например, для Германии, и у нас есть такая группа в Фейсбуке, проекты и гранты, я туда очень часто публикую. Такой-то фонд объявил прием заявок на такой-то грант. Такой-то фонд прием заявок в таком-то направлении. У нас есть определенные фонды, которые финансируют определенные направления деятельности общественных организаций. И когда мы 10 лет назад начали работать именно в направлении, как общественной организации, как юрлицо, в направлении проектной деятельности, то первое, что мы сделали, это мы сели в интернет и пролопатили буквально ручками и головой все возможные через Google, через поисковики. И потом, когда мы в Google нашли такие, ну, скажем так, сетевые структуры, объединяющие фонды, там, через их систему, мы перелопатили и в Excel-таблице создали список фондов, которые проводят финансирование в направлении нашей деятельности. И этот список, он не мертвый, мы его обновляем каждый год, потому что какие-то фонды закрываются, какие-то фонды меняют свое целеполагание и так далее, и так далее. Открываются новые возможности. То есть первое, что вы делаете, если вы решили работать по грантами, то вы ручкой, включив голову, открыв таблицу, лучше таблицу Excel, потому что она проще так используется для поиска и для всего, для фильтрации, для всего остального. Вы создаете себе список фондов, работающих в том же направлении, что и вы, с той же целевой аудиторией. Почему это важно? Конечно, потому что, если вы подаете заявку, то вы подаете заявку туда и тем людям, которые в курсе проблем у вашей целевой аудитории в вашем регионе. Во-вторых, эти проблемы для них тоже значимы, потому что ваша целевая аудитория – это и их целевая аудитория. То есть вы говорите уже на одном языке. Вы можете быть им известны или неизвестны, по крайней мере, вы знакомитесь и тем самым расширяете круг потенциальных партнерств. Ну и так далее, это масса других плюсов. Когда у вас есть такой список, сначала рекомендую составлять список именно по вашему региону, по вашей стране, не замахиваясь на международные. Объясню почему. Почему? Потому что проектная работа – это работа в режиме так называемого проектного портфолио вашей организации. То есть каждая организация накапливает. Почему нужен сайт организации, страничка организации в интернете? Потому что там накапливается информация, что вы делаете, в каком направлении вы делаете. И эта информация важна в том числе и для вашего грантодателя. Потому что любой проверяющий проектов полезет искать вас в интернет и выкопает вашу страничку. Если он не выкопает ничего, это большой жирный минус. И тогда вам могут просто отказать со финансирования, потому что непонятно, чем вы занимались до этого и как, и почему, и с кем. И на этой своей страничке вы пишете, проведен такой-то проект. Сначала проекты первые годы существования организации, они проводятся на самофинансирование. То есть оплачивают ваши родители, вы сами, бесплатно и так далее, и так далее. Хотя бесплатно тоже относительно, ничего бесплатного не бывает. Вы оплачиваете, и ваши волонтеры, и педагоги оплачивают своим временем, своими силами, своей энергией, своими деньгами. Потом вы начинаете проводить маленькие проекты, потому что поддерживают пошагово. Сначала поддерживают малознакомую организацию, дают маленькую сумму. Но, грубо говоря, в Германии фонд дает 500 евро, а к ним вы должны 500 евро свои на какой-то маленький проект. Следующий шаг. Вам дают уже деньги на больший проект, не 500, а 5 тысяч. И потом, через какой-то период времени, вы выходите на действительно большие проекты. Поэтому я и проговорила, что ограничение 17 тысяч в год через счет организации – это бред. Это 17 тысяч в год по неуставной деятельности. Это ограничение действительно существует. То есть в Германии вы не имеете права по неуставной деятельности принять на счет более 17 тысяч евро. Иначе это штрафы, снятие с вас общественной полезности, коммерциализация и так далее. Но если по своей уставной деятельности, прописанной в уставе, а поэтому я и говорила, что в устав нужно максимум туда включить, если по своей уставной деятельности, прописанной в уставе, то тогда вы имеете право принимать европейские гранты, а у них объем до 150-300 тысяч евро на грант. И вот такие гранты, конечно, с первого года вы не получите. К ним нужно идти, как мы ко всему постепенно идем и учимся. Где еще можно посмотреть, когда вы составили список потенциальных грантодателей, где еще можно посмотреть подсказки? Спасибо Елене Лени Хваловой. Вы смотрите, кто финансирует такие же организации, как и ваши. Например, у нас в Германии куча страновых немецких, не русских, а немецких, турецких, еврейских и так далее организаций с тем же целеполаганием, что у нас миграция, поддержка родного языка, родной культуры, международное сотрудничество и так далее, работа с молодежью. И тогда мы смотрим, а кто их профинансировал. И, соответственно, это тоже прекрасная выборка, потому что у них примерно тоже направление, они нам не конкуренты, и в каком-то проекте мы даже с этими другими организациями можем объединиться и объединяемся. А поскольку они уже получали этот грант у этой грантодающей организации, то у нас тоже получается вариант через них войти и тоже получить этот грант. И вот здесь шестая вешка, да, помните, в начале вебинара мы проговорили пять вешек. Шестая вешка, какая очень важная у нас, это сетевое партнерство. Уже не раз прозвучало сегодня в чате о партнерстве. В 21 веке, в силу ряда причин, сейчас я не буду на них останавливаться, большинство, абсолютное большинство грантодающих организаций требует наличия у вас соисполнителей, поддерживающих организаций и сетевых партнеров. Что это значит? Это значит, что у вас на тот момент, когда вы подаете на грант, должны быть какие-то сетевые партнерства с такими же организациями, как ваше, внутри страны, если вы хотите внутри страновой грант, или международный, если вы хотите международный грант. Приведу тоже самые элементарные примеры. Для того, чтобы получить грант, культура делает сильным, есть такой в Германии проект, если переводить его на русский язык, он называется «Культура делает сильным», культура Махштаг, то для того, чтобы получить на любое направление по этому гранту деньги, нужно как минимум трех партнеров у себя в городе иметь. Вашу образовательную, вашу организацию общественную, одну государственную образовательную организацию, там, например, школу или что-то еще, и еще одну организацию по поддержке социально малообеспеченных, социально слабых слоев населения. Тоже какую-то фондовую организацию, может быть, тоже какую-то специализированную школу и так далее. И только вот на такую троицу, да, выдают финансирование на проект вот из этого культура Махштаг. Если мы говорим о европейских грантах, общеевропейских грантах, то то же самое, сразу же проговаривается, минимум три страны-участницы, да. Опять же, по направлению действия гранта, по европейскому вызову, там масса-масса нюансов, но минимум организации из трех стран-участниц. Если мы говорим о гранте фонда «Русский мир», там пишется, просит сразу же в первом же блоке вопросов, кто поддерживает, причем речь идет не только о финансовой поддержке, речь идет в том числе об информационной поддержке, о партнерстве. Почему? Потому что всем интересно, чтобы ваш проект не просто прошел и был забыт, и умер, потому что закончилось финансирование, а чтобы произошел трансфер, перемещение вашего проекта, его расширение на другие страны, на другие целевые аудитории, больший охват вашей целевой аудитории в вашей стране, в вашем регионе. Потому что фондам интересно тоже пиариться. Они же не просто так дают деньги, а чтобы вы поддерживали их решение, ими задач, решение тех задач, которые в уставе фонда стоят. И чем вас больше, тем больше у вас шанс получить этот грант. Но, конечно, большинство осмысленное. Кроме того, наличие у вас сетевых партнерств подтверждает, что вы действительно работаете в данной области, что вы известны в данной области. И вот тут я сейчас позволю себе небольшую оговорку. В какое-то время, например, фонд «Русский мир», но это уже, слава богу, прошло, спрашивал об отношениях организации общественной, например, с координационным советом, с посольством, с консульством. И требовал приложить рекомендацию от координационного совета для проекта организации, рекомендацию от посольства, консульства. От нас такого больше, слава богу, не требуют. Почему? Потому что и координационный совет, кроме того, это часто не зарегистрированное юрлицо, поэтому по закону страны пребывания оно вообще не существует. Это инициатива общественная. Как может общественная инициатива давать какие-то рекомендации? Да, нонсенс. Но и координационный совет, даже если он как юрлицо зарегистрирован, и посольство и консульство – это всего лишь одна организация, которая может подтвердить или не подтвердить, что вы существуете и действуете вот в данном направлении. Если вы не можете предоставить рекомендацию от этой организации, вы можете предоставить рекомендации от других организаций и требовать конкретных рекомендаций от конкретных юрлиц, фонды, в принципе, по, например, закону Германии не вправе. Рекомендация может быть предоставлена любым юрлицом, занимающимся данным видом деятельности на данной территории. Это международное законодательство. По поводу того, что в ряде стран существуют люди и организации, я знаю не только в Голландии, я знаю во Франции, например, которые за процент помогают организациям правильно заполнить и составить запрос на гранты. Только на гранты с буковкой «Т», с буковкой «Татьяна», потому что грант – это немножечко о другом. Это об Испании и определенном общественном положении человека дворянском. По поводу того, что кто-то за вас напишет на грант. Вот, я скажу честно, когда-то я тоже этим, что называется, болела, то есть даже не за проценты я просто писала заявки для наших партнеров на гранты, пока однажды очень сильно не обожглась. Не обожглась на том, что написала-то я все грамотно, а вот та организация, для которой я написала и которая получила сразу два гранта, она, оказывается, выполнять не собиралась, она собиралась просто написать отчет в форме прошлого времени, использовав написанную мной заявку, и получить деньги, и ничего не делать. А вот такой вариант, он меня лично не устраивает. Он не устраивает и фонды, поэтому в конце концов мы с этой организацией разбежались, и фонд более эту организацию никак не финансировал. Значит, можно помогать писать из-за процента, потому что это тяжелая работа, писать заявку правильно и редактировать, но изначальное написание заявки – это все-таки дело самой организации. Почему? А вот здесь у вас сейчас на слайде написано «Проект как решение проблемы». И второе, да, третья строка – это наличие и посильность этого проекта для его автора и его консорциума, то есть для его команды проекта. А теперь представьте себе, что, например, заявку на грант пишет специалист, то есть человек, который не то, что одну собаку съел, да, а на целой стае собак прокатился по всем грантам, какие только возможны. Он напишет блестящую заявку на блестящий проект. А организация, для которой он написал за деньги эту заявку, она реализовать этот проект не в состоянии. Что получается? Возврат денег, иногда в некоторых вариантах возврат денег с пенни, то есть с процентами за невыполнение обязательств, штрафными процентами, и негативные реноме у данной организации. То есть, пожалуйста, сейчас тоже услышьте меня. Написать заявку – это одно. Но реализовать проект – это совершенно другое. Я знаю, когда пишут кучу заявок, выигрывают деньги просто для того, чтобы их положить себе в карман. Это о другом. Я говорю, что сегодня у нас вот вебинар, он абсолютно позитивный, и он о том, что действительно поможет и обществу, и вам, вам получить финансирование на хорошие и сильные проекты, обществу развиваться дальше позитивно. А мы не говорим о том, когда кладутся деньги в карман. Поэтому написание заявки – это дело самой организации. А предактировать заявку, вставить туда такие слова-сигналы, правильно что-то сформулировать, убрать какие-то ошибки, проверить смету, совместить смету и календарный план, и рабочие пакеты участников проекта. Это может сделать специалист, который действительно работает в направлении оценки грантовых заявок и тому подобное. Но писать заявку должен тот, кто ее будет выполнять, потому что он должен быть в состоянии этот проект реализовать. Вот здесь я написала, дальше мы идем с вами именно по проектам, по заявке. И я написала, что, собственно, помогает заявке быть сильной заявкой, быть востребованной заявкой, соответственно, финансово поддержанной заявкой. Это не только само содержание проекта, четко описанное, по каким параметрам мы сейчас увидим. Но это, в первую очередь, субъектность организации, как проектировщика. То есть, грубо говоря, кладете ваш устав, кладете те фонды или смотрите те фонды, в которые вы хотите подаваться, и смотрите, с кем у вас общая целевая аудитория, общие задачи и общее направление деятельности. И с этими фондами целенаправленно работаете. Дальше вы открываете страничку фонда, куда хотите подаваться, и смотрите, как, что написано, какие проекты уже поддержаны, в каком направлении. И дальше вы, как проектировщик, смотрите, что вам близко, в каком направлении вы хотите идти, и поддерживаются ли проекты в данном направлении данными фондами. И ваша субъектность, как проектировщик, она проявляется в написанной вами заявке. Ваш опыт, и, кстати, ваш опыт виден не только из резюме, поверьте мне. Резюме очень часто мы даже так серьезно не просматриваем. Мы ищем вас, например, в Гугле, когда проверяем проекты. Мы ищем вас в Яндексе, во всех остальных поисковиках. Где фамилии, имя, отчества ваши, вместе с тем словом, которые являются ключевыми для заявки, где они находимы. Если нигде, это повод для снятия баллов. И поэтому, если вы пишете, кто участвует в команде проекта, то думайте, кого включать в команду. Не надо просто делать команду большой. Команда проекта основная, не должна быть больше пяти человек. Но там могут быть остальные волонтеры, помощники, кто угодно. Но пять человек должны быть такие, кто легко находим в интернете. Именно в данном направлении. Кто работает в вашей организации, кто является вашим партнером, и кто реально будет работать по данному проекту. Потому что субъектность проектировщика – это первый двигатель проекта. Это одно из первых пунктов, которые оцениваются в связи с содержанием проекта. Кто проектировщик? Где у него его экспертная область? Где он себя проявил, и на сколько, и как он себя проявил? Ну вот дальше, когда получите презентацию, вы почитаете, что еще входит в понятие субъектность проектировщика. У нас просто очень мало времени, чтобы я это все раскрывала. И на что ориентируются лидеры, на что ориентируется исполнитель проекта. Почему важно указать в заявке лидеров проекта, а не рядовых исполнителей, которых может быть множество. Что еще вы показываете заявкой? Это называется другими словами, но вы должны обязательно показать заявкой. Что вы видите наличие не только финансовых ресурсов от грантодателя, но и вы видите возможность получения ресурсов финансовых, человеческих, территориальных, сетевых и с других источников. Что вы видите и понимаете, каковы механизмы коммуникации. И внешние, и внутренние, которые адекватно решающим задачам. Механизмы пиар, механизмы самопроверки, насколько все реализуется. Что вы видите, какой продукт, к какому продукту вы ведете. То есть не только цели и задачи, но и конкретный продукт, к чему вы идете в рамках данного проекта, и как этот продукт можно утилизировать, то есть использовать, монетизировать в рамках того сообщества, в котором вы работаете. Что важно понимать? Что заказчиком проекта, реального проекта, является общество и эпоха. Не грантодатель, не правительство. Да, конечно, когда вы подаете заявку на грант, вы ориентируетесь на то, что говорили определенные люди, находящиеся у власти в данном ли фонде, в правительстве ли вашей страны, которая является грантодателем, или той организации, которая является грантодателем. Но все равно вы отвечаете своим проектам на те горячие точки, которые существуют в ваше время, в вашем регионе, где вы будете проводить проект, или в том регионе, тех регионах, где вы будете проводить проект. Например, сейчас, что является такими горячими точками? Вот давайте я вам предлагаю, опять-таки, поработать активно в чате. В вашем регионе, в вашей стране, что является сегодня горячей точкой? Пишем страну, то есть, например, Голландия, там не знаю, что горячая точка, Германия, горячая точка, мигранты, беженцы. Дальше, поехали. Что в вашей стране является горячей точкой? Замечательно, Марокко, права женщин. Дальше. У кого что еще является в ваших странах горячей точкой? То есть, понимаете, вот даже такой точечный анализ показывает, насколько Австрия, беженцы, спасибо, Италия, мигранты. То есть, посмотрите, Германия, Италия, Австрия, практически вся Европа, уже проблема беженцев. Если мы говорим о России, там тоже есть проблема интеграции, трудовой миграции, это не беженство, это немножечко другое. То есть, вот даже такая способность одним словом ответить на вопрос, это уже способность анализировать ситуацию на основе тех потоков информации, которые вас окружают. Образование новое, замечательно. Инновации в образовании тоже везде для нас проблема. А значит, что нам это дает? Вот сейчас мы назвали пять стран, и мы уже увидели, что у нас общие проблемы. Да, у нас права женщин, это уже модная тема в Германии, уже к ней серьезно никто не относится. Есть два фонда, три фонда, которые поддерживают эту тему, и, в принципе, особо не заморачиваются. Есть такие специалисты по теме права женщин, да, гендерная политика и так далее. Но остальные относятся к этому, ну и работайте, и работайте. Мы мешать не будем, но нам это неинтересно. А вот тема беженцев, тема инноваций в образовании, тема включения родительского сообщества активного в образование, это сегодня действительно темы времени нашего. И значит, если у нас одинаковые темы, то мы можем делать сетевые проекты между нашими организациями, да. То есть вот такой вот моментальный опрос, он уже дает нам точки опоры, чтобы сказать, о, мы берем эту тему, потому что она актуальна. А дальше мы ищем, кто финансирует эту тему. Мы смотрим в Европе, какие вызовы. Это называется Europäische Aufruf, так европейское воззвание, да, когда из Женевы приходит, да, а потом каждая страна это реализует под себя. И когда мы подаем на гранты Евросоюза, тоже это учитывается. И опять-таки, если, вот сейчас Елена из Марокко пишет, что только у них начали активно продвигать тему женщин, а в Германии эта тема уже века существует, да, вспоминаем Розу Лексенбург. Значит, что здесь можно посмотреть между Германией и Марокко? Какой может быть проект, когда Германия делится своим опытом? Соответственно, проект на трансфер. Такие проекты тоже существуют. То есть не только мы вместе решаем одну проблему с учетом адаптации ее к нашим странам, да, но мы можем помогать кому-то решить проблему, учитывая опыт нашей страны именно в данном направлении. Трансфер проекта тоже очень актуальная тема. И таким вот образом, даже просто собравшись за круглым столом с представителями общественных организаций своего города, своего региона, своей страны, онлайн с другими странами, вы можете выбрать актуальную тему и написать актуальный грант. Еще раз говорю, писать должны те изначально, кто будет выполнять. Иначе написать можно очень красиво, а выполнить никак. И таких мертворожденных заявок существует огромное количество. И более того, их достаточно легко проверить. Было бы желание. Да, все правильно, Европейский Союз дает финансирование, в том числе на гранты трансфера. Не только трансфера мигрантов, но и трансфера опыта работы с мигрантами. А зачем нужно спонсорам, грантодателям, организациям, посредникам, зачем нужна вот эта работа с грантовой системой, зачем нужно давать деньги общественным организациям? Ну, во-первых, как правило, этого здесь как бы не стоит. Но, как правило, если государство с чем-то не справляется или справляется в недостаточном объеме, оно переваливает это на плечи общественных организаций. Потому что общественные организации покрывают более широкий спектр, чем государственные организации, спектр услуг. Кроме того, каждый фонд, чем больше хороших проектов он поддержал, чем более он на слуху, чем более он позитивно на слуху, не в связи с отмыванием денег, не в связи с тем, что у него свои люди, и нужно там волосатую руку иметь, чтобы в этом фонде получить грант. Такое на слуху оно тоже гуляет по миру, и поверьте, дураков среди соотечественников тоже немного. А именно позитивное портфолио организации. Вот если организация поддержала сильные проекты, то это пиар данной организации. Кроме того, для Германии, например, если организация финансово поддержала какой-то проект, то оно уходит от налогообложения, то есть, грубо говоря, облегчения налогообложения при целевом финансировании общественно полезных проектов. Реклама приносит профит, если вы на слуху, если вы позитивно на слуху, к вам идут и вашими услугами пользуются. То есть, фактически, чтобы так долго на этом не останавливаться, ваш проект должен быть таким вкусным для грантодателя или для спонсора, что он увидит себя в этом проекте, как выигрывающую финансово и выигрывающую, ну, как бы спонсор финансово, понятно, грантодатель, выигрывающую с точки зрения пиар-организацию. Не то, что вы просите денег, а то, что вы предлагаете конфетку, которую он захочет развернуть и съесть. Ну, конечно, за конфетку нужно заплатить. То есть, вы выступаете как партнеры таких организаций. И поэтому, если вы пишете какую-то заявку на грант или вы пишете письмо спонсорам с посьбой поддержать, то именно как партнер, а не как проситель с протянутой рукой, должно быть очень кратко, написать, чем именно ваш проект привлекателен для грантодателя, для спонсора, попытаться встать, изучив его сайт, то есть сайт грантодателя, сайт спонсора, встать на его позицию. Кроме того, проект – это чаще всего партнерство между неправительственными организациями и госструктурами. Госструктуры, давайте мы будем говорить, тоже называть вещи своими именами, за поддержанные ими даже информационно, даже то, что они не помешали, это часто уже поддержка. Госструктуры за такие проекты отчитываются наверх, и у всех есть свой верх. Например, если вы проводите какой-то образовательный проект в регионе каком-то, то даже если вам просто не помешали, если вам дали право проводить этот проект с образовательными организациями данного региона, не давая ни денег, ни помещения, ни ресурсов, ничего, только разрешили, то есть не помешали. То уже тогда та организация, которая не помешала, разрешила, она отчитается о том, что это ее проект наверх. И это нужно понимать, что правительственным, каким-то государственным структурам вы интересны как возможность отчитаться за успешную деятельность. И понимая это, вот за это зацеплять их и говорить, ну вот мы проведем, а вы же отчитаетесь, ну и точка, точка, точка. И когда вы такое партнерство, ну как бы начинаете, то с самого начала, когда вы разрабатываете такую структуру, такого партнерства, заключайте какое-то соглашение письменное с этой государственной структурой. Хотя бы минимальное, чтобы понимать, какие у вас свободы и обязанности, какие там свободы и права и обязанности, чтобы не оказалось, что вы все должны, а они все могут. И тоже проговорю сразу, что очень часто государственные какие-то органы или там общественные организации, инициированные со страны государства, они обращаются к нам, к маленьким общественным организациям и говорят, давайте мы объединимся, точнее давайте мы объединим вас. Да, вот мы из Москвы объединим вас за рубежом. Тоже я всегда отношусь к этому, это опять-таки моя личная точка зрения, но я отношусь к этому с осторожностью, потому что сетевое партнерство предполагает взаимную выгоду. А какая у моей общественной организации юрлица Германии будет выгода от того, что меня объединят, непонятно с какими другими организациями, как бы с кем мне интересно, вроде бы мы объединяемся сами все, меня объединят исходя из интересов в Москве. Поэтому я всегда спрашиваю, первый договор, на основании которого происходит объединение, второе целеполагание, третье календарный план мероприятий, четвертое финансирование всего этого действия, и в ответ на такие мои вопросы, как правило, я ничего не получаю, потому что финансирование получает та самая московская организация, объединяющая и отчитывающаяся за объединение, потом она транслирует на нас свои продукты, то есть фактически получается пирамида, пирамида не самая стабильная вообще для общественных организаций структура, и соответственно оптимальный вариант, когда общественные организации ищут себе партнеров действительно сами, понимая, что им интересно, и что они хотят найти, и что они хотят получить от партнера, и готовы ему дать. То есть уже доказано, что сеть образования работает среди равных лучше, чем по указанию сверху. Это к вопросу о поиске партнеров. Следующее, это какие требования к проекту должны быть учтены на всех стадиях подготовки и проведения проекта. С самого начала, если вы пишете проект, если вы готовите проект, напишите программу этого проекта. Структуры, цели, задачи, предполагаемые результаты, примерный портрет исполнителей. Обязательно смету. Даже если вы говорите, что весь проект будет на общественных началах и бесплатно, пишите смету, что именно бесплатно, точнее не бесплатно, я уже говорила, а за счет рабочего времени, за счет сил, за счет материалов ваших участников, за счет вашего помещения и так далее будет реализовано. Чтобы потом не оказалось, что это бесплатно выливается в огромные временные затраты людей, которые не готовы это делать долго. Поэтому смета проекта, даже на общественных началах, она должна быть обязательно, должна существовать. И взамен, что люди получают взамен? Если они просто получают взамен рукопожатие и спасибо, кому-то это достаточно, кому-то нет. И вот здесь мы выходим на такое понятие, как рабочие пакеты исполнителей проекта. Давайте тоже быстренько в чат вы напишите. Вот вы начали проект, вы написали идею, вы описали краткое содержание, вы по пунктам расписали календарный план, кто когда и за что отвечает. То есть вы вышли на уровень рабочих пакетов, кто делает, что делает, почему именно он делает именно это, какие у него есть для этого экспертизы, какой у него для этого есть опыт, сколько он за это хочет, или он делает это бесплатно, какое время он на это тратит и так далее. Вот давайте просто мне в чат очень честно напишите, когда вы проводите какой-то проект, вы пишете вот такой календарный план, смету и распределяете ли рабочие пакеты на основе календарного плана и сметы. Вопрос для чата. Пишите ли вы для своих проектов календарный план проекта, смету проекта и рабочие пакеты проекта на основе календарного плана и сметы? Нет. Давайте напишите, у кого да. Вот большая просьба. Напишите, у кого да, чтобы не было много нет. Оно тоже не всегда хорошо в чате. Да. Это не важно, какие маленькие проекты. Для любого проекта, даже для самого маленького, это необходимо. Еще одно да, замечательно. Австрия, Марокко, да. У всех остальных, я так понимаю, нет. Значит, дорогие коллеги, даже если проект самый маленький, даже если он никем еще извне не финансируется, почему очень важно для самих участников проекта написать вот этот календарный план, да, это для вас, чтобы понимать, когда что будет, когда что должно быть сдано. Причем календарный план можно писать в технологии скрам-проектирования как доску задач. Мы это делаем, например, так, если у нас даже виртуальная команда проекта, мы что-то планируем, и я открываю Google документ и говорю, что вот я понимаю, как, например, руководитель проекта или методист проекта, что должны быть выполнены следующие, следующие, следующие функции. Кто берет на себя что? И после каждой функции люди, исполнители пишут, я готов это взять, я готов это взять, там фамилии свои пишут, да. Когда они распределили вот эти функции по себе, я смотрю, какие-то функции остались, которые необходимы для реализации проекта, остались незакрыты. Их беру я как руководитель на себя. Соответственно, руководитель такая самая тяжелая ноша. Все, что никто не берет, берет руководитель. Если незакрытых функций оказывается слишком много, то проект не реализуем, не может на себе все понести руководитель. Тогда нужно или искать исполнителей под них, или отказываться от этого проекта. То есть вот такой вот вариант как бы расписания функций по проекту в самом начале в Google документе очень простой. Он уже помогает посмотреть, насколько подъемен проект для его команды. нужно кого-то еще искать или отказываться от проекта. Это элементарный вариант. Дальше, когда функции расписаны, мы также расписываем задачи. Нужно сделать вот это, вот это, вот это. Опять-таки люди пишут, кто как бы что делает. И здесь уже мы этот Google документ делим на три части. Первая часть нужно сделать, где написано, кто что делает. А потом из этого нужно переходится в делается и третья часть сделано. То есть представьте, это называется доска задач при скрам-проектировании. Вы пишете сами с участниками проекта, что нужно сделать. Потом участники проекта сами из нужно сделать переносят в делается в Google документе и в сделано. И опять же, вы как руководитель проекта или координатор, или методист, там по-разному, вы смотрите. Если что-то зависает долго в нужно или в делается и не переходит в сделано, то вы можете подхватить, помочь, поддержать и так далее. Правильно пишет Елена, что может быть три вида, может быть, больше вариантов планов по проекту. Например, вы написали календарный план, но вы понимаете в какой-то момент, что вы не укладываетесь. А что будет, если вы не уложитесь? Значит, что-то нужно убрать, что-то нужно поменять. И вот здесь как бы нужно понимать, что проект – это живой организм. И он существует под влиянием условий, которые даны в нашей с вами реальности. На реальность мы не всегда можем влиять, чаще она влияет на нас. И поэтому я просто восхищаюсь американскими грантодателями, грантодающими фондами и германскими многими, потому что они говорят, что самое главное в проекте это творческое начало и свобода проектировщика, понимающего свою ответственность. То есть вот это слово ключевое – ответственность, на которой базируется творческое начало и свобода. Соответственно, они дают деньги, но они разрешают перераспределение средств, они разрешают по согласованию также и, причем перераспределение часто больше 15%, потому что, например, фонд «Русский мир» разрешает 15%. Это ограничения, не учитывающие специфики реальности нашей с вами. Самый элементарный пример из настоящего, вот нашего настоящего. Наши партнеры подали заявку в фонд «Русский мир» на приобретение сказкотеки. Заявку подали, заявка была поддержана в июне 2018 года. И по цене на один экземпляр сказкотеки выходило 200 экземпляров, все нормально. Но договор, то есть подписание договора фонд «Русский мир» тянул и дотянул до конца сентября 2018 года. А за это время, с июня по сентябрь, взлетела стоимость одного экземпляра сказкотеки, потому что упал рубль, потому что взлетела стоимость типографской краски и так далее, и так далее. И получается теперь, что для того, чтобы приобрести 200 экземпляров, нужно на 50 тысяч больше денег, рублей, чем предоставляет фонд «Русский мир». Фонд «Русский мир» отказался менять условия, то есть остается та же самая сумма, то же самое количество экземпляров, не учитывая реалий. То есть вот такая вот немобильность фондов, она, к счастью, в Европейском Союзе и в США отсутствует. Но это тоже показывает, что постоянно нужно иметь план не только «Б» и «Ц», но и «Д» и «Е» и так далее, и так далее, если вы работаете с фондами и с партнерами. Да, варианты эти обсуждаются устно, мы их, правда, фиксируем. Откуда брать деньги, если что, это называется риски проекта и как закрывать риски проекта. Кроме того, мы описываем всегда практическую значимость результатов. Мы всегда пишем не просто календарный план, но мы пишем, кто за что отвечает в календарном плане, до какого числа это должно быть выполнено, максимум, минимум. И пишем, потом этот календарный план разбиваем на рабочие пакеты исполнителей, то есть, что конкретно по каждому пункту каждый исполнитель делает. Причем, это пишет не руководитель проекта, а это пишут сами исполнители. Они видят календарный план, а дальше они сами расписывают для себя, как они видят как бы со своей точки зрения реализацию календарного плана. Это тоже очень важно. И опять-таки очень важно в заявке показать расширение круга участников и пользователей путем распространения результатов проекта. Поскольку у нас осталось очень мало времени, вы презентацию получите, вы сможете сами посмотреть, что такое проектный цикл. И вот вообще слова, которые я сегодня использую, консорциум проекта, проектный цикл, валидация и другие. Это слова-сигналы. И их очень важно использовать, когда вы пишете заявку на проект. Потому что когда проверяющий, человек с опытом проектной деятельности, человек с образованием, соответствующим юридическим менеджером и так далее, он смотрит вашу заявку, он реагирует вот на эти слова-сигналы. Они ему говорят, мы с тобой одной крови, ты и я. Мы понимаем друг друга, мы говорим на одном языке. Поэтому вот как раз, когда кто-то для вас как бы редактирует, не пишет вашу заявку на проект, а редактирует вашу заявку на проект, очень важно, чтобы этот редактор владел на том языке, на котором написана заявка, вот этими словами-сигналами. Это еще один такой плюс-пункт. Теперь аппарат необходимый. В какой программе вы удаленно планируете совместно работу? Я планирую всегда в Google, то есть я работаю с Google документами, и, соответственно, я размещаю то, что мне необходимо в Google документах, даю доступ для редактуры и так далее людям, с которыми я это вместе делаю, и дальше мы уже с ними работаем. То есть мне кажется, самое удобное это Google, хотя есть масса других программ, но они не все доступны для рядового пользователя. аппарат необходимый для реализации проекта. Вот посмотрите внимательно и сами для себя молча поставьте для себя галочки, что у вас есть. А я буду проговаривать, почему именно этот аппарат необходим. Во-первых, структура, помещение. Значит, в чем интересная вещь с помещением? проблема заключается в том, что даже если вам для реализации проекта физически помещение не нужно, то есть вы будете его на улице, в лесу, там еще где-то реализовывать, помещение для грантодателей является гарантом того, ну что вы, грубо говоря, не исчезнете в голубой доли, когда придет пора отчитываться за финансирование и так далее. То есть у вас есть какая-то база, у вас есть какая-то, ну скажем так, опора, где вы физически находитесь и где всегда вас все желающие могут найти. Кроме того, это привлечение людей, проведение всяких собеседований. К сожалению, наш мир пока устроен так, что большинство финансирующих организаций считают, что есть помещение, есть организация, нет помещения, нет организации. Но никто не проговаривает и очень редко проверяют, что это за помещение. Поэтому я не случайно вначале спросила, когда вы регистрируете организацию, что вы указываете как адрес юрлица вашей организации, это может быть квартира, дом, там еще что-то вашего члена управления, и соответственно это же помещение может быть указано, если, например, это дом, как место встреч, место переговоров по проекту, то есть помещение должно быть. Если у вас проект рассчитан на конкретное помещение, то договаривайтесь с партнерами, что какой-то из партнеров проекта участвует в проекте не деньгами, не людьми, а территорией, помещением. Обязательно необходима территориально-административная структура, я уже говорила о партнерствах, о связях внутри вашего города, внутри вашей страны, и все это проверяемо. Гуманный ресурс, понятно, я уже тоже говорила, 5 лидеров максимум в проекте, с их резюме, подтверждающей их квалификацию. Информационную структуру, я говорила про сайт или про страницу в Фейсбуке, обязательно организация должна быть находима в интернете, это все проверяется. У нас даже, когда обучали нас, как проверяющие европейских проектов, говорили, не забывайте с самого начала загуглить организацию, то есть проверить по сети. Следующее, ну, кроме того, информационная структура, тут недавно один человек меня спросил, а если вы такая большая организация, и вот как бы работаете по проектам, а вас наверняка писали в СМИ Германии, да, а нас писали в СМИ Германии, единственная моя, например, ошибка, что я чисто физически не успеваю сканировать или даже размещать на сайте все статьи о нашей организации, поэтому размещаем мы с коллегами только основное, то, что мне уже присылают из СМИ в виде готовых сканов, а то, что как бы присылают в бумажной форме на домашний адрес или на адрес организации, мы просто с коллегами кучками складываем, просто у нас домашний адрес и адрес организации, это разные адреса, мы с коллегами кучками складываем в расчете, что когда-то мы сядем и это все сканируем. Это, конечно, ошибка, с одной стороны, с другой стороны, размещать на сайте сотни СМИ о себе, оно, наверное, тоже не очень оптимально по объему материала, который человек способен на сайте изучить. И, наконец, законодательные основания, включая устав, это то, что вы предоставляете тоже своим грантодателям, вы предоставляете ему копию устава, выписку из реестра юридических лиц вашей организации, и тем самым вы показываете по закону, какой страны вы действуете. И вот тут маленькое примечание, я столкнулась с этим как раз в рамках того гранта, в рамках которого мы читаем сейчас, я читаю сейчас этот вебинар, и мы с коллегами эти вебинары готовим, когда нам предложили подписать договор на получение софинансирования по законодательству Литвы, на что я написала, что это невозможно, и мы такого договора не подпишем, потому что мы действуем по законодательству Германии, как юрлицо Германии, и тогда, поскольку юрлицо Литвы и юрлицо Германии, мы пишем по международному законодательству с судебной инстанцией в Женеве. Такое возможно, и оно принимается. То есть очень внимательно читайте, на основании какого законодательства вам предлагают подписать договор о софинансировании, и настаивайте на соблюдении своих юридических прав и законодательства вашей страны, местоположения вашей организации. Я уже говорила, что проекты 21-го столетия, они сетевые, и проговаривала, почему так важны партнеры, что партнеры, наличие у вас партнеров в данной области в сфере проекта, это доказательство вашей дееспособности и вашего существования в данной сфере проекта. И тоже я проговорю, поскольку недавно такой вопрос возник, как выбирать команду проекта. Я скажу, что, опять-таки, используя собственный опыт, у нас сейчас где-то последние 6 лет идут оплачиваемые проекты, то есть проекты, на которые мы получаем спонсорские деньги, причем даже спонсоры часто выходят на нас и предлагают свою помощь. Мы получаем какое-то оборудование, мы получаем гранты. Так вот, в эти проекты, ну, можете меня казнить, ругать, как хотите, я беру только тех людей, которые в течение предыдущих 6-7 лет были бесплатными исполнителями бесплатных проектов. То есть я говорила, что ничего не бесплатно, они вкладывались, не получая ни копейки взамен, они создавали прекрасные дееспособные продукты, мы срабатывались как команда, не получая никакого финансирования. И поэтому финансируемые проекты я беру людей, которые проверены проектами нефинансируемыми извне. И вам как бы могу это только посоветовать, потому что это самая сильная и самая стойкая команда. Каковы партнерские отношения в рамках проекта? Ну вот вы видите, что есть партнеры-соисполнители, партнеры на госуровне для статуса, они себе ставят галочку, что они вам не помешали, вы им как бы, вы себе ставите галочку, что они у вас есть. Партнеры-распространители, которые побегут и будут рассказывать, как здорово, какой классный проект, это часто, кстати, и пользователи проекта, и средства массовой информации, они же партнеры-распространители, как отдельная строка. Между партнерами или с партнерами-исполнителями и с партнерами на госуровне обязательно договорные отношения. И отражение этих договорных отношений в описании рабочих пакетов и смете. С партнерами-распространителями и СМИ-партнерами хотя бы минимальный договор, чтобы они просто соблюдали авторские права, ничего не перепутали и консультировали с вами, когда они что-то на хвосте понесут в толпу. Иначе это чревато для вас негативными последствиями, если они что-то неправильно не туда и не тому донесут. И еще очень важно учитывать взаимные и индивидуальные интересы партнеров. Понятно, что если вы пишете проект, то в первую очередь вы думаете о своем интересе, финансовом, не финансовом, но своем и своей организации. Если вы хотите привлечь какую-то другую организацию или другого человека в этот проект, то учтите и его интересы. Это могут быть интересы включения в этот проект каких-то его продуктов и их пиара через ваш проект. Это могут быть интересы получения денег. Это могут быть интересы получения контактов. Это могут быть интересы любого другого типа, но вы должны их учесть и проговорить их на берегу. То есть вербально проговорить, спросить, а в чем ваш интерес от этого проекта. Потому что очень часто бывает, опять-таки, когда получаешь приглашение, присоединяйтесь к нашему проекту. Я всегда переспрашиваю, а в качестве кого и зачем? И мне пишут, ну вот, вы сможете получить от нас обучение, например, технологии умного образовательного пространства. Я пишу, ну вы знаете, вообще-то по этой технологии в Германии работают уже лет 60. В Европе иногда, там, Эмилио Реджио в Италии и так далее еще дольше. Поэтому большая просьба объяснить мне, что я узнаю нового от вас в этой технологии. Скорее, мы можем вам что-то дать. И вот такие переговоры, они могут привести к тому, что партнерство не состоится, но вы ничем не будете рисковать и не будет никакого взаимного обмана или обманутых ожиданий. Или, наоборот, к тому, что партнерство состоится и будет очень результативным. Поэтому всегда учитывайте, что партнерство это на взаимном интересе. То, что мы с вами проговаривали, нужно ли регистрировать общественную организацию, что там много всяких вопросов. И, с одной стороны, это достаточно легко, например, в Германии сделать. С другой стороны, это потом чревато многими последствиями. Вот здесь я все, что проговорила, я все зафиксировала в письменной форме. И по уставу, и что в написании устава учитывать, и как собирать единомышленников для собрания. И давайте вот здесь мы сейчас с вами немножечко поиграем, потому что мы все уже устали, и время подходит к концу. Каковы мифы и реальность некоммерческой организации? Существуют такие мифы или реальность? Сейчас мы это решим. Я буду читать, а вы пишите, миф или реальность? Первое. НКО, то есть некоммерческая организация, не облагается налогами, если работает в рамках устава. Это миф или реальность? Некоммерческая организация не облагается налогами, если работает в рамках устава. Это миф или реальность? Так, Елена пишет, что это миф. Юлия, миф. Это в разных странах может отличаться. Но это уже обложение налогами, зарплаты, а не нашей прибыли, если мы работаем в рамках устава. То есть нужно четко понимать, о чем идет речь. Все правильно, НКО не облагается налогами, но люди, получающие зарплату в НКО, налогами облагаются. У НКО облегченная система финансовой отчетности. У НКО облегченная система финансовой отчетности. Да, все правильно, это реальность. Правление НКО не имеет права получать гонорары за свою деятельность. ФРГ максимум 500 евро в год. То есть правление за то, что оно работает правлением, денег получать не может. Все правильно, это реальность. НКО не имеет права проводить через счет более 17 тысяч евро в год. Следующее, четвертое. НКО не имеет права проводить через счет более 17 тысяч евро в год. Это миф или реальность? Четвертое. Юлия написала нет. Слух, да, это миф. 17 тысяч связано с неуставной деятельностью. Например, если НКО занимается работой с молодежью, а за работу с пенсионерами без молодежи получила 17 тысяч, то вот это как раз неуставная деятельность, это верхняя грань. По уставной деятельности верхней грани здесь нет. У НКО к концу года на счету должен быть 0 евро. У НКО к концу года на счету НКО должен быть 0 евро. Правильно, это миф. Миф, который объясняется хотя бы тем, что если у вас в конце года на вашем счету как НКО 0 евро, вопрос, а в начале года на какие деньги вы будете существовать. Другой вопрос, что в конце года, делая подрасчет финансовый, вы указываете те оставшиеся средства, на что вы их запланировали. То есть это адресные средства, то есть на что вы их планируете, оставшиеся на счету. НКО неподотчетно обществу в целом. НКО неподотчетно обществу в целом. Это миф или реальность? То есть что хочу, то ворочу. Внутри своей организации как-то договоримся, а перед обществом в целом мы никак не отчитываемся. Это миф, правильно. НКО, поэтому и называется общественная организация, не только потому, что она создается снизу из общества, членами общества, но и потому, что она действительно подотчетна. Но не в смысле финансовый отчет всем должно предоставлять, нет. А свою деятельность должно общественно доступно отражать на сайте организации, популяризировать, работать с обществом. И тем самым получается, что подотчетно обществу в целом. И НКО не нужен собственный сайт, это тоже миф. НКО сайт нужен, более того, есть требования к сайтам общественной организации. Спасибо вам большое за активную работу. Дальше у нас остались слайды, времени на них уже не осталось практически. У нас остались слайды, почему финансируют не физические лица, а НКО. Я уже говорила, что физическое лицо, гарантия, если физическое лицо не реализует проект и не может вернуть деньги, это очень длительный процесс получения средств обратно от физического лица. Считается, что НКО более стабильно с этой точки зрения. Поэтому по статистике 92% вообще всех грантов, которые выплачиваются в Евросоюзе, они выплачиваются не частным, а юридическим лицам. Далее, из чего состоит портфолио НКО для внешнего пользования? То есть, что вы показываете на сайте, как вы это показываете? Вот тут небольшие рекомендации людей, которые работают именно по оценке грантовых заявок с портфолио некоммерческой организации. И потом уже ключевые параметры, как заполнять заявку. И я уже говорила, что проект обязательно ограничивать во времени. Проект не может быть безграничным и бесконечным. Все, что неограничено во времени, не поддерживается. Обязательно смотреть, какие ограничения именно по данному гранту, потому что какие-то грантодатели поддерживают только краткосрочные проекты, какие-то грантодатели поддерживают долгосрочные проекты. Здесь обязательные части, из чего должна состоять заявка на грант. Все мы это уже проговорили. И вот тут обратите внимание на приложение, последнюю часть. Что такое приложение? Это вот те самые резюме, это те самые рекомендательные письма, это те самые описания, причем резюме исполнителей и резюме вашей организации. То есть все, что подтверждает именно в рамках данного проекта, данного направления, с данной целевой аудиторией, что именно вас нужно поддержать. В приложении часто мы даем еще статистику, на основании чего мы считаем, что это не только наше мнение, что это нужно сделать, но и мнение более широких слоев общества. Как написать эффективную заявку? Все, что я проговорила, что начинать с того, что ведется статистический анализ, ведется мозговой штурм потенциальных участников, исполнителей проекта, опрос целевой аудитории и так далее, и так далее. То есть вот тут это просто зафиксировано более детально. Здесь я показываю, на что нужно обращать внимание, если вы подаете заявку. Почему часто идет отказ от поддержки финансовой? Потому что люди, подающие заявку, не учли вот этих параметров, что у каждого фонда есть ограничения. Фонд Рыбакова поддерживает не все и не везде, фонд Русский мир поддерживает не всех, ну и так далее. Это вот те ограничения, на которые, когда вы читаете сайт фонда грантодающего, нужно обращать внимание. С чего начинать? То, о чем мы проговорили, на что обратить внимание, и как на что сфокусироваться при начале написания заявки на проект. Цель и задачи проекта – описать цель, максимум две цели, не нужно писать много целей. Задачи проекта – это шаги к решению цели, к достижению цели, да, это не что иное. То есть написали цель, какие шаги нужно предпринять, это задачи. Мероприятие – это как эти шаги, задачи реализовать фактически. Результаты и продукты – это разные вещи. Результаты могут быть тактильны, то есть их нельзя потрогать. Иногда, например, в результате проекта образовалась новая команда, в результате проекта повысился уровень грамотности. Это результаты. И здесь нужно показать вот эти результаты, которые нельзя потрогать физически, как их измерять. То есть вы показывать должны в своей заявке, как вы собираетесь измерять качественно, количественно эти результаты. А продукт – это то, что можно потрогать. И здесь вы пишете, что если вы создаете продукт, как вы его собираетесь распространять. Очень часто, когда пишутся заявки и оцениваются заявки на проект, говорится о формуле SMART для формулирования целей и задач. Вот это как раз что значит SMART. СМАРТ, опять-таки подчеркивание ограниченности во времени. И как от SMART переходить к ЛАРШ, тоже вот здесь вы можете почитать. Если у вас проект на один месяц – это SMART, если проект на три года – это ЛАРШ. Что нужно для реализации проекта? Тоже мы все проговаривали. Это вам просто напоминание. Что такое потенциал организации? Когда у вас об этом спрашивают, каков потенциал вашей организации, вот таким образом вы его оцениваете. Что потенциал организации – это потенциал сотрудников этой организации и ее партнеров. А для того, чтобы сотрудники были выбраны для проекта оптимально, каковы критерии отбора физических лиц, участников проекта тоже здесь это все проговаривается. То есть фактически вот этот блок, последний блок презентации – это такие чек-листы, то есть листы проверки, где можно ставить галочки, над которыми стоит думать, если вы начинаете работать над написанием проектной заявки. Написание успешной проектной заявки, еще раз говорю, даже если потом ее будет редактировать, специалист – это наука, и это достаточно сложный процесс, в который нужно входить всей командой проекта. То есть пишет, может быть, от руки или на компьютере один человек, но обсуждают все вместе. Обязательно, когда вы что-то собираетесь подавать, посмотрите, не реализовано ли это уже. Может быть, кто-то это уже сделал, и вы можете просто использовать его опыт, использовать получившиеся продукты. Не надо открывать велосипед. Иногда это просто смешно. Не говоря уже о том, что это финансово не поддерживается, открытие велосипеда. Потому что нерентабельно. Ну и вот состав заявки. Я, честно говоря, тупо взяла хорошую, качественную форму электронной заявки. И вот здесь написала, что входит в состав заявки. И сейчас те, кто выдержал, у нас три человека куда-то пошло уже погулять, наверное, устали. Кто выдержал до конца, я вам скажу еще одну очень важную вещь. Очень часто грантодатель не дает полной формы заявки. То есть, грубо говоря, дается форма заявки, какие-то обязательные пункты, а потом говорится или приложение, или прикрепите еще файл, или полное описание в прикрепленном файле. Вот это тоже ловушка. Потому что вот в этом полном описании как раз и должно быть все то, чего не было включено грантодателем в саму форму заявки. И это показывает, что вы владеете всеми инструментами проектирования, что вы понимаете, что должно входить в заявку. И вот здесь для вас я собрала на одном слайде все то, что необходимо для заявки. Все то, что показывает, что если даже этого нету в форме заявки вашего грантодателя, но это жизненно необходимо для того, чтобы вы доказали свое понимание грантовой заявки, свое видение грантовой заявки. И вот эта система, вы можете ее распечатать, и когда будете писать проекты, просто используйте, потому что это полный формат грантовой заявки. И какие требуемые приложения обязательны. Ну вот и все, что я вам хотела сказать. Еще раз напомню, все, кто регистрировался, ну вот как раз расходы, что только за деньгами не в проект. Если вы хотите заработать, то это нужно работать не в проекте, там много не заработаешь, если это реальный проект, а не на отбыв денег, на откатах и так далее. Об этом мы не говорим. Как реализовывать проект, еще подсказка. Если у вас остались какие-то вопросы, вот мониторинг, что такое мониторинг, какие бывают виды мониторинга, виды обратной связи по мониторингу, рефлексия, как вариант мониторинга. Если у вас остались какие-то вопросы, это из наших проектов, потому что если бы я сама не вела проекты постоянно, наверное, не имела бы права сегодня вам ни о чем рассказывать. Фотоотчеты. Что такое фотоотчеты? Как правильно фотографировать? То есть вот это все тоже про саморефлексию подробнее, Елена, можно? Я более того, в группе проекта и в гранты, и в группе игровые технологии, я размещала целый пакет вариантов саморефлексии, которые я использую в проектной деятельности. Вы их просто можете скачать или можете написать мне на мейл, я их вам отправлю. Мой мейл вы знаете, кто не знает, я напоминаю, info собачка bilingual минус онлайн точка нет и я вам отправлю весь пакет по саморефлексии. в рамках проектной деятельности. И еще одна уже такой продукт проектной деятельности, его многослойность и так далее, здесь тоже можете почитать, уже на это у нас не хватает времени, пиар, как пиарить проект, почему учитывать нужно требования социальных групп, что пиарить лучше ВКонтакте, а что в Фейсбуке, почему Фейсбук это площадка продажи проектов, как подводить итоги, ну и так далее. систематическая работа, как раз я говорила, пакет, набор готовых идей, набор потенциально финансирующих, отслеживание информации о конкурсах, то есть это действительно систематическая работа, кто работает по проектам, серьезно работает именно в этой области. и в заключении я хотела бы сказать, что если вам интересно, если вы действительно готовы серьезно работать, без того, что я упоминала волосатых рук, откатов, отчетов, вот таких бумажных, чисто бумажных дел без реальной деятельности, если вы готовы действительно работать, то и вам не хватает информации, вы не знаете как, пишите вот здесь мейл, у нас есть курс для общественных организаций на русском языке, курс, правда, на 72 часа, он очень большой, но он абсолютно практикоориентированный, и он стоит очень смешные 100 евро, просто для того, чтобы вы поняли, что такое проект, как писать, каковы образцы идеальных заявок и так далее, и есть группы в проекты и гранты в фейсбуке, где действительно такие интересные гранты реальных фондов, которые работают по-настоящему глубоко и оценивают не ваши контакты и связи, а вас самих, вот там мы это публикуем, поэтому вы можете подписаться на группу проекта и гранты и тоже получать информацию о проектах. Если какие-то вопросы остались, милости просим, курс так и называется проекты и гранты в скобочках проектировщики, он постоянный, то есть запись у нас идет регулярно, он индивидуальный, то есть вы получаете материалы, потом по материалам вы, грубо говоря, задаете вопросы, отчитываетесь, получаете следующие и так далее. Если какие-то вопросы еще есть, то вы можете их задать, я с удовольствием постараюсь на них ответить. Если вопросов нет, то мы будем готовиться, вот тут сегодня была Елена Хвалова, у нас еще есть коллеги из других стран, мы будем готовить круглый стол, у нас уже были круглые столы по чтению, по проектам, связанным с чтением с биринговами и так далее, по бирингвизму были круглые столы, мы будем готовить круглый стол по опыту деятельности общественных организациях в разных странах, тоже на этой же площадке, для того, чтобы приоткрыть, ну скажем так, завесу мифов и тайн над деятельностью общественных организаций в разных странах, из опыта успешных, стоящих на своих ногах общественных организациях в этих странах, готовых этим опытом делиться. Спасибо вам за внимание, если вопросов больше нет, то я желаю всем прекрасной солнечной недели, и успешных начинаний и продолжений проектов. На круглый стол будет отдельная запись, и вы сможете на него записаться. Следите за рассылкой BeeringWall.Online и следите за страничкой Катя Иваш в Фейсбуке, и за страничкой проекта и гранты в Фейсбуке. Спасибо. Всем всего самого-самого доброго.